Ранее мы неоднократно говорили, что функция в JavaScript это объект. Особый объект, но тем не менее объект. А раз это объект, то есть ли у него встроенные свойства и можно ли создавать свои? Разберемся с этим. Первое. У объекта функции есть по крайней мере два встроенных свойства, которые нельзя изменять. Это name и length. Например, если у нас есть какая-то функция, например, вот showMessage, то мы можем обратиться к свойству name этой функции. Вот так вот, через точку. Мы указываем имя функции и далее через точку указываем его свойство name. Что мы получим? Обновляем документ и видим, что свойство name содержит имя функции. Причем это свойство работает практически во всех случаях. Например, если мы объявим функцию как functionExpression, вот таким вот образом, то имя этой функции будет func. Или когда мы объявляем методы внутри функции, если мы выведем их имена, то получим go и stop. И только в редких случаях, как, например, вот здесь вот, имя функции будет не определено. То есть оно будет пустым. Следующее свойство lens содержит количество параметров функции в ее объявлении. Например, у нас задано несколько функций и у них разное число параметров. Причем вот в последней функции у нас еще есть и остаточные параметры. Далее мы выводим свойства lens у всех этих функций. Обновляем документ и видим значение 1, 2, 2. У первой функции всего один аргумент, поэтому lens равна единице. У второй 2. Lens равна 2. А у третьей мы берем только вот эти первые два аргумента. Остаточные параметры в свойстве lens не учитываются. Поэтому получаем значение 1, 2, 2. Следующий вопрос. Можно ли у функции создавать свои свойства? Он имеет положительный ответ. И рассмотрим такой пример. Предположим, есть функция func-count и мы у нее вот здесь вот создаем свойство counter и присваиваем этому свойству значение 0. Далее при вызове этой функции мы это свойство func-count увеличиваем на единицу. То есть по сути мы делаем счетчик вызова этой функции. Далее дважды вызываем эту функцию и каждый раз увеличиваем значение этого счетчика и выводим в консоль. Обновляем документ и видим первый вызов функции и второй вызов функции. Следующий пример возьмем из системы замыкания. На предыдущем занятии мы с вами рассматривали вот такую вот функцию, которая создавала счетчик и этот счетчик мы увеличивали каждый раз при вызове вот этой вот функции counter. Но мы можем переписать эту функцию и так. Создать вложенную функцию и в этой вложенной функции будет свойство count. Соответственно вот здесь вот мы это свойство count создаем и обнуляем. И затем, когда будет вызываться функция counter, вот этот счетчик count будет все время увеличиваться. Ну а сама функция createCounter возвращает ссылку вот на эту функцию. Поэтому вот здесь вот мы в глобальной области видимости создаем переменную, которая будет ссылаться вот на эту функцию. Далее мы ее вызываем, а значит вот этот счетчик у нас будет увеличиваться. То есть мы переписали предыдущий пример без использования замыканий. Если мы сейчас обновим документ, то увидим во-первых значение 0, ну а если вызовем несколько раз функцию counter, то увидим значение 0.1.2. В чем может быть преимущество такого подхода? Ну, например, мы можем вот здесь вот где-нибудь обнулить вот это вот значение count, чего мы не могли делать в предыдущем случае. Если обновим документ, то вот это вот тут вот явно увидим. Хорошо это или плохо? Иногда да, это может быть полезно, а иногда это может быть источником дополнительных ошибок. Так что как именно реализовывать функции со свойствами или переменами, это уже решает сам программист, исходя из конкретной задачи. Наконец, у объекта функции есть два полезных метода. Первый это call, второй apply. Они позволяют вызывать функции с указанием их контекста вызова. Ну а дальше идет список аргументов, которые передаются при вызове функции. Здесь это аргументы, а здесь это массив аргументов. Зачем они нужны и когда они используются? Давайте рассмотрим такой пример. Например, предположим, у нас есть объект car, и внутри него объявлен метод getModel. Он принимает один аргумент model. Если этот аргумент не пустая строка, то значит он выводится в консоль. А если мы model передали как пустую строку, то соответственно срабатывает вот эта вот строчка. И здесь мы берем значение model из контекста вот этого вот объекта car. Далее в глобальной области видимости мы создаем ссылку вот на этот метод getModel. И можем его вызвать, например, вот так вот. Обновляем документ и видим Opel. Но если мы не укажем здесь никакого аргумента, то у нас возникнет ошибка. Ошибка, потому что вот этот вот контекст this в данном случае становится неопределенным. Так как вызывая вот этот вот метод через вот эту вот ссылку fung, мы вызываем его вне контекста этого объекта car. И у нас получается, что этот this становится равным undefined. И отсюда ошибка. Но если мы вызовем метод call у этой функции и укажем явно контекст, а именно объект car, то тогда у нас никакой ошибки не будет. Обновляем документ и видим в значении Mercedes. То есть у нас this теперь стал car объектом car, и он взял свойство model этого объекта. Если нам нужно указать какие-то аргументы дополнительные в этой функции, то мы здесь делаем это через запятую. Обновляем документ и видим, что теперь используется этот вот аргумент opel, то есть сработала вот эта вот строчка. Вот так вот работает вот этот вот метод call. Аналогично работает и второй метод apply, и для него рассмотрим такой пример. Предположим, у нас есть вот такой вот объект, и в нем есть метод sum, который подсчитывает число числовых аргументов, которые мы ему передаем. И кроме того, этот метод использует этот свойство name object этого объекта myMatch. Как мы можем вызвать эту функцию? Ну, во-первых, в глобальной области видимости мы создаем ссылку вот на этот метод sum, то есть мы контекст здесь уже теряем, но для того, чтобы корректно вызвать эту функцию, мы делаем так. Используем метод apply, далее указываем контекст вызова, а именно объект myMatch, и затем передаем аргументы через массив. То есть в отличие от предыдущего метода call, когда нужно было аргументы писать через запятую, здесь мы передаем все аргументы в массиве. Вот в этом отличие между этими двумя методами. Обновляем документ и видим myMatch 10, то есть все сработало корректно. Вообще на практике обычно используется вот как раз этот метод apply, так как он немного более универсальный, чем метод call. Следующий довольно часто используемый и полезный метод у функций – это метод bind. Он позволяет связать контекст вызова функции до ее вызова. Например, мы можем сделать так, создать глобальную ссылку на вот этот метод sum объекта myMatch, и через метод bind сразу указать контекста вызова вот этой вот функции через вот эту вот ссылку. То есть далее мы делаем следующее, вызываем sum без указания контекста, мы его уже привязали, а дальше просто идет список аргументов. И при обновлении документа мы получаем то же самое значение. Как видите, такой вызов выглядит естественно, и кроме того, он не привязан к перемене myMatch, которая может быть изменена. Интересно, что через метод bind можно привязывать не только контекст, но даже некоторые аргументы. Например, если мы пропишем вот так вот, то мы привяжем вот эти вот два аргумента к вызову этой функции. То есть если мы теперь вызовем эту функцию без аргументов, то это будет эквивалентно тому, что мы на самом деле вызываем функцию с этими двумя аргументами. И при обновлении нашего документа мы видим myMatch со значением 3. То есть он сложил 1 плюс 2. Если мы здесь дополнительно напишем какие-нибудь аргументы, то они дополнительно добавятся к этим двум. И при обновлении документа мы видим myMatch 15. Следующий момент, который мы рассмотрим на этом занятии, это имя для функций, заданных синтаксисом function expression. Они еще называются named function expression. Смотрите, у нас здесь объявлена функция по синтаксису function expression. И у нее есть еще вот это вот дополнительное имя. Так тоже можно делать. Причем, используя это дополнительное имя, мы вызываем эту функцию здесь вот внутри, в теле этой же функции. То есть если мы передаем аргумент name с каким-то значением, то это значение и возвращается. А если мы вот этот name не указываем, то срабатывает этот вот оператор return, и здесь идет вызов этой функции, но уже с аргументом none. Если мы сделаем два таких вывода, то соответственно мы видим в консоли и one, и вот это вот значение none. То есть во втором случае сработала вот эта строчка. Но зачем нам вообще указывать вот это вот второе имя? Мы могли бы сделать и так. Его убрать, а здесь записать вот таким вот образом. И все будет работать аналогично. Но дело в том, что вот эта переменная getName в программе может быть где-то изменена. Допустим, мы можем сделать вот так вот. То есть мы в ссылке get сохраняем значение getName, потом getName устанавливаем в null и вызываем эту функцию уже через имя get. Если мы теперь все это обновим, то мы получим ошибку. Потому что вызывая ее через get, у нас срабатывает вот эта вот строчка, а здесь вызывается getName. Но getName у нас уже null. Поэтому мы здесь и получаем вот такую вот ошибку. Чтобы функцию сделать более универсальной, здесь лучше использовать этот вот второй имя функции. Вот так вот. Тогда обновлять документ у нас никаких проблем не будет. Мы можем менять вот эту вот внешнюю ссылку как нам угодно. Но это никак не повлияет на работоспособность этой функции. Обратите внимание, вот такой трюк с внутренним именем работает только для function expression. Если мы задаем функцию через function declaration вот таким вот образом, то это имя будет восприниматься как обычное естественное имя функции. И никакого другого имени здесь задавать уже нельзя. Если по каким-то причинам нам в программе нужна надежная внутренняя имя функция, то ее следует задать вот по такому синтаксису function expression и использовать вот это вот внутреннее имя. Вот так вот это все работает. Вот так вот. Вот так вот так.